Добрый день! На Китайской войне и заключении Семеносекского договора. Его кратковременное пребывание на посту министра иностранных дел всего полтора года ознаменовалось целым рядом поразительных дипломатических результатов. И особенно успешными были его действия на Дальнем Востоке. С деятельностью князя Лобанова-Ростовского в России первая концептуальна была оформлена внешнеполитическая программа российской политики на Дальнем Востоке. Вплоть до сокрушительного поражения Китая в Японо-Китайской войне такая программа отсутствовала и ее можно вполне назвать как выжидательную. Такое отношение основывалось на уверенности в отсутствии угрозы со стороны соседних государств, в первую очередь Японии. Но не только Россия, но и другие державы не отдавали себе отчета в том, какая внушительная сила там готовится. Проглядели рост военного и морского могущества Японии. Одной из главных причин такого отношения было и то, что император Александр III находился тогда на смертном адре, стоявшего во главе в Министерстве иностранных дел. Герц был смертельно болен и потому не мог уделять должного внимания происходившим тогда событиям на Дальнем Востоке. Начало деятельности Алексея Борисовича на посту министра иностранных дел совпало с поражением Китая в Японо-Китайской войне и начало мирных переговоров. Условия Синотехского мирного договора нарушали сложившиеся соотношения сил, на Дальнем Востоке представляли полную угрозу интересам России, создавая для японской агрессии опорный пункт в виде прокуратуры или Адумского полуострова, которые находились в непосредственной близости от Кореи и российского Дальнего Востока. А в случае вступления договора в силу Россия лишалась прямого выхода к Тихому океану, а Япония и Англия приобретали преобладающие положение в регионе. Российское правительство в этот период колебалось между возможностью соглашения с Японией на основе компенсации за счет Китая при непротивлении японской агрессии на материке и установлении соглашения с Китаем с целью вытеснения Японии из завоеванной ею позиции на континенте для обеспечения территориальной неприкосновенности Китая от возможных будущих захватов Японии. Вступивший 18 марта на пресс-министр иностранных дел Лобанов-Картусский, причем уме и величайшей опытности в делах европейских, принадлежал поколению тех дипломатов, которые о Дальнем Востоке, имели довольно туманное представление. Поставленным необходимостью с совершившимися событиями быстро принять решение ввиду разгрома Китая и появления Японии на материке в качестве водителя одного из самых важных пунктов, он оказался в очень затруднительном положении. Но благодаря своему громадному опыту и выдающимся природным способностям Лобанов-Картусский сумел верно оценить обстановку и сделать оптимальный выбор, сформулировать наиболее взвешенную внешнеполитическую стратегию поведения российской на Дальнем Востоке. Алексей Борисович склонялся вначале в защиту соглашения с Японией и политики компенсации за счет Китая. Его взгляды были изложены во всеподаннейших записках в 1895 году. Но в второй записке он ставил вопрос о выборе между Китаем и Японией в качестве будущих союзниц России, в зависимости от того, какой политики России предполагает держаться в окончании Китайско-японской войны. Николай II высказался в пользу наступательной политики. А в конце марта 1995 года, когда выяснилось, что Германия и Франция готовы поддержать выступление России против Японии на стороне Китая, Лобанов-Разовский сообщил, что Россия обеспечена поддержкой со стороны Германии и Франции и выступил со своей программой недопущения Японии на материк. На совещании в итоге было решено не признавать условия Семеносевского договора, потребовать от японцев отказаться для Дунского полуострова и официальное сообщение европейским державам и Китаю о том, что Россия, не стремясь к никаким территориальным приобретениям в Дальнем Востоке, будет для охраны своих интересов настаивать на отказе Японии от занятий южной части Манчжурии. Николай II утвердил это решение. И на другой день, когда Семеносевский был заключен мирный договор, по которому Китай уступал в Японии острова Тайвань, Петхолидао и Лиадунский полуостров, было решено, что договор представляет прямую угрозу для России. И князь Слабанов-Разовский сумел проявить в мучительное дипломатическое искусство заручиться согласием этих держав, поддержать и организовать совместный дипломатический демарш в защиту Китая, подкрепленный морской демонстрацией. Именно Лобанов-Разовский, считавший необходимым для обеспечения успеха вмешательства прибегнуть к совместной морской демонстрации, настоял на отправке правительственной инструкции адмиралам трех держав в Тихом океане. Это выступление заставило Японию смягчить условия договора с Центской империей и 8 мая японское правительство объявило о возврате Китая и Леодонского полуострова, потребовав за ним значительную денежную контрибуцию. Таким образом, царская дипломатия в лице своего руководителя, князя Лобанова-Ростовского, добилась поразительного успеха. Благодаря высказанной им твердости и настойчивости были достигнуты результаты, обеспечивающие интересы России на Дальнем Востоке. Японии не было позволено расчленить Китай и основаться на Леодонском полуострове, рядом с российскими владениями. Россия, сохранив целостность и неприкосновенность Китая, без единого выстрела и кровопролития, вовлекла Китай в сферу русского политического влияния, значительно подняла свой нравственный престиж и упрощила позиции в регионе. И выполнить такой труд было под силу лишь человеку с большим государственным умным и огромным политическим тактом и самостоятельностью взглядов, личным знакомством с большинством деятелей иностранных кабинетов. Для выплаты денежных интрибуций князь Алабанов-Ростовский и министр финансов ВИТа предложили Китаю услуги России по заключению займа, облегчив таким образом его получение и сделав его мнение обременительным для Китая. Алексей Борисович считал, что предоставить займ Китаю должна была именно Россия в целях сближения с Китаем и обеспечение общих экономических интересов двух государств, а также противодействие, усиление влияния там Японии и Англии. Россия дала этому займу гарантию, а французские банки обязались исполнить финансовое обеспечение. 24 июня 1995 года в Петербурге Лобану и ВИТа и представителям китайского правительства была подписана декларация о предоставлении Китаю 4-процентного займа. Князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский принимал самое активное участие в переговорах с китайской стороной в разработке и подписании русско-китайского договора о Союзе 1896 года. Переговоры происходили в мае 1896 года во время коронационных торжеств Москве, на которые явились представители трех дальневосточных государств, причастных к договору. Что касается Китая, то действующая на тот момент в Китае династия прислала своего наиболее выдающегося государственного деятеля Лихунжана. Петербург постарался предпринять все возможное, чтобы переговоры привели к благоприятному исходу. Именно по согласованию с министром иностранных дел Лобану Ростовским было принято решение о поездке Лихунжана прямо в российский порт Одессу, минуя промежуточные пути, а не обычным путем через Марсель, и только затем Европу-Америку. Им же в свое время были приняты меры о снаряжении специально навстречу Лихунжану в порт Саид, лучшего судна общества пароходства и торговли, Николай. Лихунжану было приготовлено за благовременно памятная встреча с караулом и воинскими почестями. Он был чрезвычайно тронут этой встречей и говорил об этом Николаю, о карауне при встрече. Министром Лобановым также было дано распоряжение в виде преклонных лет и слабого здоровья Лихунжана для освободения режима пищи обеспечить помещение для попора во время путешествия китайского посольства по русским железным дорогам. Лобанов Ростовский вел сложные переговоры в Петербурге и Москве одновременно с представителями всех трех государств и привел их к благополучному исходу. Союзный договор с Китаем был подписан Лобановым Ростовским и ВИТТ с китайским представителем Лихунжаном 22 мая по новому стилю 3 июня 1896 года во время коронационных торжеств Николая II в мае. Таким образом, договор о союзе с Китаем, а также предоставление концессии на КВЖД, достигнутые исключительно дипломатическими методами, стали одним из самых значимых успехов оправданной дипломатии на Дальнем Востоке в лице министра иностранных дел Лобанова Ростовского. Благодарю за внимание.